Всероссийская политическая партия «Единая Россия» нацелена на развитие селекции и семеноводства овощных культур в условиях санкций недружественных иностранных государств. Этой проблеме посвятили отдельное совещание, участниками которого стали представители власти, научного сообщества, бизнеса и производители сельхозпродукции. Организаторы решили разобраться, что на самом деле происходит в отрасли селекции и семеноводства овощных культур, и приехали в одну из подмосковных компаний. От скрещивания до гибрида еще тоже нужно 5-6 лет, чтобы отобрать. И вот сегодня скрестили 5000, имею в виду, в течение 3-4 недель, а на рынок попадет 1-2 гибрида. В агрохолдинге «Поиск» селекцию ведут по 18 овощным культурам. За 25 лет селекционной работы здесь созданы 820 сортов и гибридов, каждый из которых зарегистрирован в госреестре селекционных достижений. У нас достаточно серьезные результаты по селекции овощных культур для открытого грунта. Сегодня мы порядка 10% занимаем в России поселенных площадей. Разработка профессионально грамотной программы и ее реализация могла бы вывести отрасль на другой уровень. Вице-президент Российской академии наук Ирина Донник обратила внимание на необходимость поддержки селекционеров и дала оценку результатам научной деятельности агрохолдинга. Вот это предприятие как раз демонстрирует, как можно провести активное импортозамещение во всех вопросах, связанных с нашими отечественными семенами и обеспечением наших отечественных производителей именно овощными культурами. Еще одна важная тема – сокращение бюрократических барьеров и количество платных услуг в области селекции и семеноводства. Выведение новых сортов семян и гибридов необходимо финансировать на основе государственно-частного партнерства. Мое личное мнение, что все вопросы, связанные с фундаментальными исследованиями, с научными разработками, сохранение биологического разнообразия должны финансироваться за счет государства. А вот все прикладные вещи в введении сортов, семян гибридов, это все-таки должно попойти на государственном частном партнерстве. Перед нами поставлена очень амбициозная задача в течение 8 лет практически достигнуть уровень совеспеченности отечественных семян до 75%. Выездное совещание продолжили в учебном центре агрохолдинга «Поиск». Координатор направления народной программы партии «Развитие села» Надежда Школкина рассказала о новых мерах поддержки агропромышленного комплекса и напомнила слова Михаила Мишустина во время его недавнего отчета перед депутатами Государственной Думы. Земли должны работать и что в ближайшие три года правительство планирует ввести в оборот 13 миллионов гитаров и на это предусмотрено в госпрограмме соответствующий финансирование в размере 110 миллиардов рублей. В России лидером по производству овощей называют Дагестан. Но если раньше производители, например, капусты, чаще ориентировались на сорта и гибриды зарубежной селекции, то теперь налаживают отечественное производство. Компания «Поиск», «Тимирязевская академия» приехали в Дагестан и работают с нашими овощеводами. И сегодня дагестанские овощеводы подихонько меняют курс на сорта и гибриды овощей отечественной селекции. Дагестанский опыт и плюс к климатическим условиям позволят проблему семеноводства капусты в России решить на дагестанской земле. Семеноводческим предприятиям важна поддержка со стороны государства. Им нужно предоставлять земли на льготных условиях и в приоритетном порядке. Также в отрасли необходимо внедрить механизм государственно-частного партнерства. Участники совещания высказали надежду, что данное мероприятие станет поворотным пунктом в развитии отечественных селекций и семеноводства овощных культур.